Головная боль Украины, о которой говорил Сергей Лавров, кажется, начинается. Сегодняшнее заседание Верховной Рады привлекло особое внимание журналистов. Но представители СМИ интересовало не обсуждение законов или заявление руководителей фракции, а появление в зале депутата Надежды Савченко. Парламентская премьера оказалась довольно скандальной. Проработав один день, начинающий политик сравнила журналистов с шакалами, раду с базаром, а коллег с ленивыми школьниками. Репортаж Юлия Ольховская. На смену негласному правилу женского дресс-кода в Верховной Раде, чем дороже туфли и костюм, тем больше шансов попасть в кадр, пришло другое. Разуйся прямо в зале, и о тебе точно будут говорить все. Украинские информационные сайты сегодня публикуют фотографии босой Надежды Савченко. Так в депутатском кресле еще никто не сидел. Это уже не первое появление Савченко на публике без обуви. Босиком она вышла из самолета к журналистам в день своего возвращения на родину. Босиком же пришла в Раду в пятницу после пресс-конференции. В принципе, для украинской политики, мне кажется, ничего шокирующего в этом нет. Если учитывать то количество взаимных драк, взаимных скандалов, просто все это сейчас становится центром внимания для журналистов и для средств массовой информации. Она этого не стесняется, она это делает нарочно, и я думаю, что она этим даже наслаждается. Надежде Савченко выделили место в первом ряду, аккурат, перед всегда одетой с иголочки любительницей высоких каблуков Юлии Тимошенко. Интересно, как глава Батьевщины воспринимает поведение. Босой коллеги обсуждают одни интернет-пользователи. Другие отмечают, бывшее военнослужащее, оказывается, любит купаться в фонтанах. Эти фотографии сделаны на Майдане и не знает гимн своей страны. Решила спеть его в Раде, но перепутала слова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Депутаты сейчас, знаете, как школьники, которые ленятся и сачкуют. Первое впечатление – работаем, как на базаре. Что Савченко намерена делать в законодательной власти, журналистов сегодня интересовало мало. Спрашивали о другом. Как ей песни победительницы Евровидения Джамалы? Кто дает советы? Находит ли она общий язык с коллегами в Верховной Раде? Нравятся ли мне люди? Как там Ницше сказал? Мизантропия – это последствия чрезмерной любви к людям. Так кто ж тебя просил жрать улиток, как людей? Мой милый принц Гамлет. Я не очень люблю людей. В литературном переводе изречение немецкого философа звучит несколько иначе. Ницше сравнивал не улиток с людьми, а людей с устрицами. Журналисты, которых Надежда сегодня назвала шакалами и теми еще собаками, поправлять ее не стали. Все, что от нее ожидали, то она и сказала. Она демонстрирует ту грандиозную ошибку, которую сделали те, кто раскручивали из нее героиню. Она не собирается никому подчиняться, она находится вне контроля и собирается действовать таким образом, как она сама считает правильным. А вот что в ее голове правильно, а что неправильно, конечно, даже страшно себе представить. В новостях про Савченко теперь говорят едва не больше, чем про президента или премьер-министра Украины. Из всех средств массовой информации, буквально выпрашивающих у нее эксклюзивное интервью, Надежда выбрала принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал. По первым вопросам ведущей в студии стало понятно, что больше всего интересует украинцев. Какая у вас диета? Как вы к нормальной жизни возвращаетесь? Сколько спали в первую ночь? Моя нормальная жизнь – это без диет. Все, я вернулась к нормальной жизни и живу так, как жила раньше. По сравнению с вернувшимися из украинской тюрьмы и изрядно исхудавшими россиянами Ерофеевым и Александровым, Савченко, которая, как утверждают ее адвокаты, то и дело голодала в России, совсем не выглядит истощенной. Наряду с этим в Киеве активно обсуждают заявление бывшей заключенной о готовности стать президентом Украины. Местные политологи успокаивают украинский народ. Согласно Конституции, кандидат в президенты должен жить на территории Украины в течение последних 10 лет. У Савченко был двухлетний перерыв. Основной закон страны, и, конечно, как это здесь принято, можно в очередной раз переписать. Но сейчас на это вряд ли кто-то пойдет. Юлия Ольховская, Максим Семин и Наталья Литовко, Первый канал, Киев.